друзья мои всем привет сегодня будет очередное видео как монтировать люк деметро в вашем санузле в общем сегодня я покажу еще один прием как это можно сделать как облегчить свою работу смотрите думаю будет полезно в общем обратите внимание вот люк деметро и у него есть вот такие вот болты так их назовем и они имеют свою толщину и соответственно закрепить каркас профилю будет сложно поэтому для того чтобы вот эти вот болты мне не мешали я раньше делал отверстие под них теперь я решил поступить иначе я взял вот такие кусочки фанеры 4 миллиметра и накрутил их в тех местах где у нас будут присверливаться где у нас будет присверливаться люк вот этому каркасу вот в этом месте у нас будут находиться эти самые болты и тем самым они нам не будут мешать вот 4 метра 4 миллиметра достаточно для того чтобы установить люк и вот эти болтики нам не мешали так теперь покажу как это будет происходить вот этот люк он не тяжелый вес у него 7,5 килограмм может даже просто семей так мы устанавливаем его уже заранее заготовленные отверстия ниши вот таким образом мы установили люк вот смотрите сюда видите вот в этом месте фанерка у нас стоит а болтики не задевают пробили соответственно все хорошо потом через этот фантазии эту фанеру мы просто прикрутимся у нас уже хочет открыть мы можем ее даже сразу зафиксировать закрепили люк вот у меня тут саморез тут мне пришайба со сверху вам потому что тут отверстия не было я делал дополнительно чтобы закрепить прямо через фанерку сверху тоже самое закрепил и все теперь у нас люк установлен не обращайте внимание то что надпись сверх ногами потому что люк универсальный можно ставить как на правую сторону так и на левую открывается он в любую сторону одинаково люк закрепили сверху и снизу теперь нам нужно сделать боковые профиля тоже закрепить здесь я уже подготовил профиль 27 28 сюда вставлю просто профиль 27 на 60 и зафиксировать принципе можно обойтись без этого профиля потому что каркас у нас стальной и он не прогибается но все же для своей уверенности для жесткости мы добавим сюда профиля вот смотрите видите вот так вот легко открывается люк одним нажатием пальца нажали открыли представляете какая здесь будет красота когда вот здесь уже установлен люк каркас зашито все гипсокартоном и уложена на него плитка керамогранит 60 на 60 размер люка подбирается по плитке то есть изначально вы должны выбрать плитку а потом уже подбирать под нее люк в обратном порядке этого быть не может потому что подогнать люк под плитку будет сложнее а очень тебе чтобы придать более жесткость нашей конструкции когда мы будем крепить люк по бокам я буду использовать брусок 20 на 30 мы его разместим в профиле металлическом и тем самым саморезу нас будет уже вкручиваться в эти бруски происходит это следующим образом просто засовываем брусок с внутренней стороны и фиксируем а вот таким вот образом мы с обратной стороны закрепили брусок в профиле как я вам сказал сейчас вот через вот эти отверстия вот два отверстия есть вот через них уже саморезом стянем наш показ и наш профиль здесь находится очень-очень глубоко поэтому желательно иметь длинную биту ну все теперь эти наружные в общем таким образом мы закрепили наш люк открываем закрываем с помощью одной руки чуть позже вам расскажу в чем преимущество данного люка отличие от других люков которые выполняют ту же самую функцию но этот люк более практичный надежный и дальнейшем эксплуатации у вас не будет никаких проблем в открывании закрывание даже когда будет уложена на нем плитка сейчас я вам покажу еще один момент который меня радует и делает мой выбор всегда в пользу люка деметра вот смотрите лазерный уровень я устанавливаю по нижней грани этого люка и сейчас буду открывая этот люк мы будем видеть как лазерный уровень будет проходить точно по той отметке где я его выставлю вот этот луч и он находится в том самом положении где и был то есть это говорит о том что люк у нас всегда находится по уровню и его не нужно дополнительно регулировать вообще никак и в будущем тоже этого делать не придется после завершения монтажа люка и после того как я все зашил гипсухой выглядит это все у нас примерно вот так открыли люк посмотрели все нормально закрыли люк с обратной стороны у нас гипсокартон тоже к науф но тут он девять с половиной миллиметров вот я один раз у меня был такой случай когда пришлось заменить плитку которая была на люке но мы это сделали с помощью нового листа гипсокартона 9 половины просто открутив вот эти вот заклепки поставили новый лист гипсокартон и обратно с помощью этих заклепок мы все зафиксировали для тех кто интересуется если гарантия на эти люки да вот он гарантийный талор он всегда идет в комплекте с этим люком просто здесь указывайте дату покупки и все итак произвели укладку плитки на стену в санузле так по краям я оставил небольшие карандашики для того чтобы отцентровать плитку по нашей стене вот за этим за вот этой плиткой у нас люк скрытого монтажа фирма деметра обратите внимание то что шов плитки и край дверцы он совпадает край плитки и край дверцы они совпадают это нам нужно для того чтобы при открывании плитка не задевала соседнюю плеточку смотрите как это классно происходит обратите внимание как это все четко смотрите 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 отсутствует полное пронисание ровник шов везде одинаковый плитка заходит внутрь и не задевает соседнюю плитку ну пока в данный момент здесь плитки нет она потом я вам покажу как это происходит сразу уходит и заходит во внутрь вот такие дела в общем класс пока все всем спасибо всем пока